99 имён Аллаха 82. Прекрасное имя Аллаха, Аляфу, означает «прощающий», «снисходительный». Аляфу – это тот, чьим неотъемлемым качеством является всепрощение. Существует ещё три имени Аллаха, очень близких по смыслу к Аляфу. Это Аллахафур – прощающий, Аллахафир – прощающий, Аллахафар – всепрощающий. Несмотря на близость смыслов, способы, посредством которых реализуется прощение, разные. Например, Аллахафур – это тот, кто прощает, скрывая грехи и закрывая верующего от их разрушительных последствий. Однако прекрасное имя Аляфу в своей основе подразумевает такое прощение, следствием которого является стирание грехов. Причём грехи стираются таким образом, что от них не остаётся никаких следов, как если бы их вовсе не совершали. В священном Коране сказано, а затем они стали поклоняться Тельцу после того, как к ним явились ясные знамения. Но мы простили это и даровали Мусе явное доказательство. Четвёртая сура, 153 аят. Здесь подразумевается, что Всевышний Аллах не просто простил, но стёр их величайший грех, как будто его никогда не было. Часто прекрасное имя Аляфу упоминается наряду с его противоположным значением – Аль-Мун-Та-Ким – Карающий. Мы упоминали ранее, что подобные имена, по мнению ряда богословов, следует упоминать вместе. Всевышний Аллах обладает необъятным прощением. Он отпускает рабам грехи, особенно если они совершают поступки, помогающие им заслужить прощение. Например, просят об этом и раскаиваются, укрепляют веру и совершают праведные дела. Причисто Аллах принимает покаяние и прощает прегрешение. Он любит прощение и любит, когда люди стремятся заслужить его прощение. Он любит, когда они совершают богоугодные поступки и делают добро его рабам. Его прощение настолько совершено, что он милует даже тех, кто совершил великие преступления, если они покаялись и вернулись на прямой путь. Проявлением его всепрощения является то, что обращение в ислам смывает любые, большие и малые грехи, совершенные прежде. Всевышний Аллах сказал, «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий, милосердный». 39 сура, 53 аят. В Коране также говорится, «Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением», 53 сура, 32 аят. В хадисе Кутси сообщается, что Аллах сказал, «О сын Адама, если ты явишься ко мне с грехами величиной землю и предстанешь предо мной, никого не приобщая в сотоварищи ко мне, то я дарую тебе столько же прощения». Также в известном хадисе сказано, что Аишина будет доволен ею Аллах. Однажды спросила у пророка, «Мир ему и благословление Аллаха, какие дуа ей следует читать, если она застанет ночь могущества?» И посланник Аллаха, «Мир ему и благословление Аллаха», посоветовал ей произносить следующее дуа. «О Аллах, поистине, ты прощающий, ты любишь прощать, так прости же меня». Здесь не просто прощающий, но стирающий грехи и любящий стирать грехи. Аллах распахнул врата для обретения прощения путем покаяния и молитв о прощении, укрепления веры и совершения праведных деяний, доброго и снисходительного отношения к рабам Аллаха, стремления к Его милости и надежды на Него. Все это лишь некоторые из поступков, приближающих нас к Его великому прощению. В широком смысле прекрасное имя Аллаха, а-ля Фу, означает «Тот, чем неотъемлемым качеством остается снисходительность и всепрощение, тот, кто стирает грехи, как если бы их никогда не существовало, тот, снисходительность и прощение, милость и великодушие которого нуждаются все существа, прощающие и милующие тех, кто своими деяниями заслужит такое отношение, очищающие от грехов и недостойных деяний тех, которые искренне покаялись». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok